На часах 10.00 колонна только что начала свое праздничное шествие. И несмотря на проливной дождь, людей собралось огромное количество. Горожане улыбаются, радуются. Кажется, ничего сегодня не сможет испортить праздник. Настроение у нас отличное. Дождик ничего нам не испортил. Все прекрасно. Экстремалы, демонстранты. Мы на все готовы. Нас ничего не пугает. Нет, нет, не испортил нисколько настроение. Спасибо. Традиционное шествие по центральным улицам города объединило тысячи горожан. С флагами, зонтами и улыбками на лице ульяновцы встретили праздник народного единства. В этом году колонна двигается гораздо активнее. Возможно, сказались и погодные условия. Время 10.30, а так называемый хвост колонны уже подошел к финальной точке, к площади около мемцентра. Официальные цифры участников демонстрации. 10.000 человек. Это представители региональной городской власти, политических партий, гражданского общества, национальных областных автономий и религиозных конфессий, депутаты, профсоюзы, студенты. Сантерам сегодня задача, как и у всех, пройти это шествие, показать, что мы вместе с Россией единый народ. Погода нам вообще не помеха. Мы были, молодежь была в голове колонны, мы передовики производства, так скажем. Праздничество, провели праздничество достаточно на позитиве, все мероприятие, даже потанцевали сейчас. Уже мы два года здесь. Ну, первый раз участвуемся. Это праздник. Хороший, нам нравится. Очень хорошо. Ура! 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 День народного единства в России отмечают совсем недавно. В 1612 году ополчение под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского дало отпор вторгшимся польским войскам. В трудную минуту произошло единение народа. Не первый и не последний раз в нашей истории. Я вам всем желаю, чтобы вы всегда берегли друг друга, чтобы вы всегда гордились нашей великой страной, чтобы вы наизусть знали этот замечательный день, в словах которого отражена вся суть нашего великого народа. Мы действительно очень добрый народ, мы очень целеустремленный народ, но мы никогда никому не позволяли себя ущемлять и тем более обижать. Давайте вот жить в мире и согласии, и тогда у нас все с вами получится. День народного единства – праздник смешения политики и национального колорита. Признаны объединить нацию и укрепить ее историческую память. Этот день – единение общего духа, патриотизма и гордости за свою страну. Такого духа патриотизма, я уже это говорила, мы так заразились, мы это все привезем в Крым и все это передадим нашему Крыму. Хотя у нас тоже сейчас, наверное, во все гуляния идут. Но вот сейчас, в такую погоду, вы знаете, ну это просто, мы стоим, мы горды. Мы горды, что мы к вам пришли, что вы нас взяли. Кульминацией праздника стал уже традиционный галоконцерт Всероссийского конкурса «Поющая Россия». Конкурс «Поющая Россия» собрал порядка 200 участников из разных городов. Это и Донецка, и Пенза, и Самара, и Саратов. Ребят, вы откуда? Из Атинцова! Ребята, а вы откуда к нам приехали? Четвертое по счету всероссийское состязание исполнителей русской песни объединило как профессиональные, так и самодеятельные коллективы разных возрастов из 12 областей России. Где Олегка молода, где Олегка молодая, Жирка парня любила, на эя ночь пусть ела. В этот день со сцены звучали хороводные плясовые песни, частушки, баллады, протяжные крестьянские и детские песенки-прибаутки, заклички, а также редкий жанр – духовный стих. Во все времена Россия пела, когда было грустно, когда было весело. Песня помогала народу выживать в этих условиях, ну а сегодня просто радоваться жизни. И этот конкурс уникальный, он уникален тем, что все, что поют на сцене, это все живой голос, живой инструмент, не допускаются никакие фонограммы. И истинная красота народной песни, она действительно доступна каждому сердцу. День народного единства совпадает с чествованием одной из самых почитаемых православных святынь – Казанской иконы Божьей Матери. По преданию, этот образ в 17 веке помог освободить Россию от поляков. Не забывайте, что она молится за нас, молится за нас, чтобы мы вновь осознали свое единство в Боге, единство в единении с нашей православной церковью. И только так мы сможем одолеть всех врагов, видимых и невидимых, которые ополчаются на нашу страну. 4 ноября – праздник, который в современных реалиях учит россиян быть едиными, сильными и неравнодушными гражданами своей великой страны – Россию. Катерина Терещенкова, Юрий Давыдов, репортер 73.